Перед нами стоит задача создания внутренней абонентской цифровой SIP линии в системе Connect. Для начала мы подразумеваем, что мы уже знаем как зайти в экран управления. Для этого мы набираем соответствующий URL на нашем веб-браузере, получаем окно авторизации, вводим имя администратора и его пароль. После того как мы нажимаем кнопку OK или Enter, мы получаем домашнюю страницу нашей системы Connect. Домашняя страница мы отправляемся в раздел либо Voice раздела Services, либо Fonts для того, чтобы увидеть список имеющихся абонентских линий. Неважно на какой из этих линков мы нажмем, мы получим одно и то же окно. В этом окне мы видим имеющиеся в системе Connect телефонные линии, абонентские телефонные линии. Нас интересует цифровая VoIP линия, поэтому мы идем в раздел VoIP Extension и нажимаем на линк новая VoIP линия. В этой новой линии мы начинаем заполнять наши данные. Предположим, нам нужно создать абонента под номером 202 с именем Стив Брэдли, заполняем его фамилиями, обращаем внимание, что это Стив абонент и идем в окно авторизации. Это те данные, по которым абонентское конечное оборудование, то есть телефонный аппарат будет регистрироваться в нашей АТС. Нажимаем на чекбокс, экран обновляется и мы получаем данные для авторизации или регистрации. Нас интересует имя и пароль регистрационный. Зададим имя, соответствующее номеру абонента 202, а пароль наберем 1, 2, 3, 4. Нажимаем на кнопку ОК. Сейчас наша АТС обновляет полученные данные, производит обновление экрана и мы должны вернуться назад в список имеющихся абонентских линий. Какое-то время занимает несколько секунд сканирование статуса имеющихся абонентов. В результате мы видим, что наш новый абонент не зарегистрирован, поскольку конечное оборудование, то есть телефонный аппарат, не настроен на то, чтобы производить регистрацию системой Connect. Предположим, у нашего абонента имеется телефонный аппарат Siphone T28. Первая задача, которая перед нами стоит, это узнать его IP адрес, для того, чтобы мы могли соединиться через веб-интерфейс и произвести соответствующие настройки. Каким образом это можно сделать? Во-первых, система Connect на своей домашней странице позволяет нам увидеть все устройства, подключенные в локальную сеть. Идем на домашнюю страницу, нажимаем на раздел Home и в Local Network мы видим имеющиеся соединения. Но проблема стоит в том, что мы не знаем, кто из них является именно наш телефонный аппарат, если он не имеет какого-то специального идентификатора. Поэтому, для того, чтобы определить его IP адрес, воспользуемся следующей небольшой презентацией. На телефонном аппарате T28 нажимаем клавишу Menu, при этом экран меняется и предоставляет нам функциональное меню. Аппарат имеет кнопки с изображением стрелок. При помощи этих стрелочек мы меняем, передвигаем курсор на позицию статус и нажимаем крайнюю правую кнопочку Enter. Изображение экрана опять меняется и предоставляет нам сетевые параметры телефонного аппарата. Нас интересует первая строка с IP адресом. Необходимо заметить, что телефонный аппарат при начальных установках является GCP клиентом и получает IP адрес от системы Connect автоматически. Теперь мы можем вернуться на домашнюю страницу нашей системы Connect, в которой нас опять же будет интересовать раздел Локальная сеть. Зная IP адрес нашего телефонного аппарата, мы легко сможем найти его в разделе Локальная сеть. При этом мы должны нажать мышкой на Link. Система Connect вводит на страницу параметров этого устройства и начинает определять доступные виды связи. Мы видим, что у нас доступен протокол HTTP, нажимаем на Link, соответствующий IP адресу и заходим в окно авторизации нашего телефонного аппарата. Начальное имя пользователя и пароль это Admin и пароль также Admin. Вводим эти данные и получаем главное окно программирования. Главное окно телефонного аппарата показывает нам номер версии программного обеспечения, а также сетевые настройки. Для того, чтобы настроить аппарат, интегрировать его с нашей ETS системой Connect, необходимо нажать на раздел Account. В разделе Account в первую очередь необходимо активизировать линию и в строке Line Active выбрать чекбокс On. Далее в графе Label напишем название номер нашей абонентской линии 202. Далее на дисплей имя мы пишем имя Steve Bradley. Это то имя, которое будет появляться, если абонент будет звонить другим абонентам. Далее в графе Регистрный мы пишем то имя регистрации или авторизации, которое мы задавали. Это 202. В качестве юзерной мы тоже пишем номер 202. И в качестве пароля мы указываем наш введенный пароль 1, 2, 3, 4, который мы вводили до того в окне New Wipe Extension. В качестве севсервера мы задаем начальный адрес нашей системы Connector 192.168.1.1 и нажимаем на клавишу Confirm. Телефон перезагружается, данные вступают в силу и мы возвращаемся в главное окно системы Connector. Теперь в главном окне мы входим опять же в список имеющихся телефонных линий, VoIP линий. И видим, что наша новая линия под номером 202 успешно зарегистрировалась и готова к работе.